Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 33 года, я не женат. Получается так, что я страдаю часто влюбленностью. Но почему-то эта влюбленность прорабатывает каким-то странным образом только на женщин определенного типа. Я недавно влюбился в одну женщину на почти на 100%, к моему мнению, совпадала по строению тела с тем, что мне нравится. Начались импульсы встретиться с ней и как бы невроз и стресс представляет, что с ней какой-то другой мужчина может быть рядом. При этом я сам пытаюсь противостоять влюбленности, потому что считаю, что это как бы глупость, тем более женщина замужем и у нее есть дети. Вышла из положения путем приезда на работу раньше намного пока ее не вижу и отъезда с работы позже. В неделю были еще симптомы, потом как бы отпустила. И как только она сильно похудела, вот, значит, влюбленность как рукой сняла. Можно ли найти этому объяснение и как бы скорректировать, например, свое видение по выбору, например, жены в будущем, потому что жена если похудеет и что-то я, по-моему, сразу люблю ее. Ну, вообще говоря, речь идет, конечно, здесь, на мой взгляд, не о влюбленности как таковой, а о страсте. Вот, здесь идет речь не о таком вот чувстве достаточно, ну, скажем так, духовном, да, а здесь речь идет о чувстве достаточно таком, ну, физиологическом, скажем так. Вот, в этом ничего плохого нет, абсолютно, абсолютно ничего плохого. Просто, как бы, просто речь идет немножечко о том, что вы путаете, да, что вы путаете, как бы, вы путаете любовь и, значит, страсти. Вот, ну, точнее, в лечении. Эти вещи, на мой взгляд, путать, ну, достаточно нежелательно. Нежелательно эти вещи путать, как мне кажется, по крайней мере. Вот. Соответственно, что здесь можно сделать, да? Ну, смотрите, во-первых, то, что вас привлекает, да, ну, тот тип женщин, которые вас привлекают, и которым, которым у вас, значит, наблюдается влечение, скажем так, да, это обусловлено, значит, ну, понятное дело, физиологическим влечением. Вот, с одной стороны, с другой стороны, это обусловлено безопасностью, то есть ощущение безопасности. Для вас, ну, имеют, скажем так, значение, и значение достаточно серьезное. Ну, это для любого человека справедливо, это не только в данном случае речь идет, а вас, да, это справедливо для каждого. То есть человек испытывает, скажем так, влечение, да, вот, в том числе и тогда, когда может почувствовать себя в безопасности с кем-то. Вот, то есть если вот какой-то тип человека дает вот это вот чувство безопасности, то, соответственно, к нему будет влечение. Это в данном случае абсолютно нормальное явление, и относиться к нему нужно спокойно. С другой стороны, я бы сказал, что если вы хотите именно, ну, замужество, да, если вы хотите, чтобы женщина, в смысле, вышла за вас замуж, да, если вы хотите вот такого рода отношения, то речь здесь, конечно, идти, на мой взгляд, не должна. О физиологической составляющей, по крайней мере, только о физиологической составляющей речи, на мой взгляд, идти здесь не должно. На мой взгляд, речь должна идти о составляющей духовной, то есть о том, что между вами, например, и девушкой, допустим, есть общего, скажем так. Да? Вот. И соответственно, соответственно, если, если общее что-то между вами и девушкой имеется, да, если общее что-то между вами и, ну, вот, партнершей, скажем так, ну, будет иметь место, вот, то вы получаете хороший, такой, значит, шанс построить, ну, серьезные отношения. И, напротив, если вы ставите отношения только на, значит, своем влечении, вот, то действительно, действительно, ситуация, ну, будет выглядеть так, так, что вы, вот, значит, будете, ну, довольно, получается, болезненно, что ли, реагировать на ситуацию, когда параметры человека, ну, физические параметры человека будут меняться. И я в этом смысле прекрасно понимаю вас, что вам этого не хочется, и я прекрасно понимаю, что вы боитесь, я прекрасно понимаю, что вас это, ну, напрягает, вот, и именно поэтому для вас, на мой взгляд, как бы, в важном, важном должно стать, да, не только как выглядит, ну, женщина, но и что она из себя представляет с точки зрения, вот, личности, вот. Вы не обязаны, вот, на так случай я вам скажу, да, что вы не обязаны, значит, игнорировать физиологическую составляющую, вы не обязаны это делать ни в коем случае, вот. Речь, пожалуй, идёт только о проблеме, чтобы не было это единственности, да, вот, чтобы это всё-таки было, вот, ну, как бы, эм, ну, в совокупности, в совокупности, скажем так, вот. Это очень важный, очень важный момент, чтобы совокупности было всё, чтобы совокупности была и личность, эээ, девушки, да, и, соответственно, её, эээ, духовная составляющая, эээ, в том числе, эээ, ну, в том числе, эээ, ну, в том числе. Поэтому, на мой взгляд, эээ, на мой взгляд, то, эээ, ну, что вам нужно обратить внимание, да, вот, эээ, это, эээ, в первую очередь, эээ, в первую очередь, эээ, в первую очередь, эээ, то, что для вас значит, ва, 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 ваше, эээ, скажем так, эээ, ну, ваше увлечение, да, ваше предпочтение, то есть, как вы себя чувствуете в этом, ну, в этом, в этом, в этом, ээээ, в этом смысле, как вы себя, как вы себя ощущаете, ну, вот, то есть, что для вас в этом важно. И вполне возможно расщепление, отделение, так скажем, одного и другого. То есть, может быть, речь идет не только об интимном влечении к человеку, а речь, может быть, идет еще и о какой-то, скажем так, психологической потребности, понимаете, да? Поэтому, если вот что-то такое есть, то имеет смысл на это обратить внимание, ну, вам, вам вот, имеет смысл. Поэтому, я думаю, что ничего страшного, что вам вот, допустим, чего-то хочется, да, нет, ничего страшного. В том, что вы, грубо говоря, чувствуете, значит, влюбленность. Ничего страшного в этом нет. На мой взгляд, ну, просто вот нужно это дифференцировать. Вот. То есть, разграничивайте. разграничивайте. И последнее, пожалуй, вот, что хотелось бы сказать, да, это то, что, вот, немножечко просто бросаются глаза, да, то, как вы, ну, скажем так, воспринимаете то, как вы видите женщину. Вот. То есть, если вы видите в женщине только жену, вот, то это легко может стать, как мне кажется, довольно серьезной. Проблемой. Проблемой. Вот. Потому что это довольно ограничивающая, скажем так, восприятие женщины. Вот. Вот. На мой взгляд, нужно воспринимать все-таки женщину более вполне и более шире. И тогда у вас появится реальная возможность отношения выстроить именно такими, какими вы хотите их, ну, видеть, свободными. С другой стороны, если вы настаиваете на том, ну, на своей позиции, вот, то тут имеет смысл в таком случае понимать, какая женщина при этом будет вам подходить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!